Рассмотрим первый способ одновременного движения рамки, маски и фотографии. Вот у нас есть такая рамка. Поставим время слайда 15 секунд. Откроем и идем в эффекты. Сейчас мы будем задавать движение нашей рамки. Потом мы будем дублировать нашу рамку и каждый дублированный слой заменим один слой на маску, один слой на фотографию. Для начала мы сделаем для нашей фотографии маску. Маску мы сделаем по размеру рамки. Итак, что нам для этого надо? Нам для этого надо добавить цветной слой, здесь разокнуть замочек и наш цветной слой выставить в качестве будущей маски для фотографии по рамке, чтобы она у нас не торчала из-за рамки. Так, продублируем. Здесь еще кадрс. Дублируем и скопируем. И теперь отключим нашу рамку. Нажмем ОК. Пойдем в вывод. И вот сделаем скриншот нашей белой маски. Нажимаем запись. Вот здесь ставим, как у нас будет называться наш скриншот. Я таким цифрами поставил. Где сохраняться будет на рабочем столе. Нажимаем ОК. Все. Наш скриншот сфотографировался. Идем в сборку опять. Открываем нашу рабочую поверхность. Удаляем отсюда цветной слой. Включаем рамку. И теперь будем задавать движение рамки. Итак, в первом ключевом кадре рамка у нас будет стоять, находиться, например, вот здесь. Размер будет у нее 80. И наклон по Y сделаем 40. Сдвинем край вот так сюда. По высоте поставим 0. И во втором ключевом кадре мы также поставим размер 80. По Y у нас уже будет минус 40. И сдвинем вот сюда. По высоте также у нас поставим 0. Что у нас получилось? У нас получилось вот такое движение нашей рамки. Но нам надо нашу рамку в середине зафиксировать. Поэтому мы добавим пару ключевых кадров. Поставим их вот так. Посередине нашей временной шкалы. И вот, например, во втором ключевом кадре поставим такие значения. Вернем в нашей рамке размер, наклон и местоположение по центру поставим. И скопируем все в следующий ключевой кадр. То есть третий. Теперь у нас будет двигаться, делать все это вот так. Рамка двигается, в середине фиксируется и уходит влево. Вот так будет маленько скучновато, поэтому мы возьмем в третьем ключевом кадре, делаем вертикальный наклон нашей рамки. Вот так. 360 градусов поставим. В четвертом ключевом кадре поставим те же 360, чтобы у нас рамка назад не стала крутиться. И проверим. В первом ключевом кадре у нас 0. На компа X во втором тоже стоит 0. Здесь 360, здесь 360. Как это еще сейчас будет? Вот идет так, так, так. И уходит. Ну вот, считай, 80% нашей работы мы сделали. Теперь нам только остается продублировать наш слой с рамкой. Дублируем. Заменяем продублированный слой фотографии. Смотрим. Видим, что необходимо применить мазку к фотографии. Мы опять дублируем слой с рамкой и заменяем его на нашу, сделанную в самом начале, маску. Применяем к фотографии этот слой как маску. Применили. Смотрим, что у нас получилось. Вот мы видим одновременное движение рамки, маски и фотографии. Это первый способ. Итак, второй способ заключается в применении модификаторов зависимости. Сейчас мы рассмотрим, что это такое. Откроем нашу рамку. Делаем эффекты. Делаем все то же самое. Задаем движение нашей рамки. Так же, как в первом случае мы задали движение нашей рамки. Вот такое. Так, теперь мы загружаем фотографию и применяем к ней модификаторы зависимости от первого слоя. То есть, все, что мы делали с первым слоем, все его движения, изменения наклонов, углов, вращения, мы должны это сделать из фотографии. Итак, движение у нас было рамки справа налево, значит, движение по X. Мы идем в модификаторы, добавить модификатор. Вот, панормирование по X. Вот, панормирование по X. И привязываем к первому слою, то есть к слою с рамкой. Окей. Так, что мы делали с рамкой еще? Мы меняли вот здесь. Угол наклона по Y. Значит, идем в фотографию и добавляем модификатор. Горизонтальный наклон. Ищем горизонтальный наклон. Ой. Горизонтальный наклон. И также привязываем к первому слою. Окей. Так же, что еще мы с рамкой делали? Мы с рамкой меняли ее тут вращение по X. Значит, в фотографию идем туда. Зваживаем наклон по X. И так же применяем модификатор по X. Вертикальный наклон. Ищем вертикальный наклон. Вот, у нас написано вертикальный, значит, здесь. И так же к первому слою привязываем. Окей. Итак. Смотрим, что у нас получается. Вот у нас так же все. Рамка двигается в месте фотографии. Но с масштабом у нас тут маленько неправильно. Так что нам надо сделать масштаб, чтобы одновременно фото, как и рамка увеличились одновременно. То есть, значит, мы идем в рамку и смотрим, где у нас ключевые кадры, с которых увеличен был масштаб 7 секунд и 10 секунд. Так же идем в слой фотографии, ставим. Ключевые кадры на 7 секунд и на 10 секунд. То есть, здесь у нас фотография 100% размер. Но в рамке у нас в первом и последнем ключевом кадре фотография 80%. Значит, мы и здесь, в нашей фотографии, в первом и последнем, тоже поставим 80%. И здесь ставим 80%. Теперь у нас фотография должна одновременно увеличиться вместе с рамкой. Посмотрим. Вот все движения наши пошли. И уходят. Значит, в первом ключевом кадре должно стоять 80%. Но уменьшить до 80%. В втором ключевом кадре должен стоять размер 100%. В третьем тоже 100%. И в последнем 80%. Смотрим. Вот у нас идет одновременно увеличение рамки фотографии. Вращение. И исчезновение влево. Так, с этим все разобрались. Также теперь добавляем сюда нашу маску, которую мы сделали заранее. Поставим ее, маску, поверх фотографии. И применим к ней те же самые модификаторы зависимости, как и то, что мы делали с фотографией. То есть выделяем слой с маской. Идем добавить модификатор. На аромирование по X. Привязываем к первому слою. Окей. Вертикальный наклон добавляем к модификатору. Вертикальный наклон. Ищем на строчке. Вот вертикальный наклон. Привязываем к первому слою. Окей. И горизонтальный наклон. Горизонтальный наклон мы привязываем к первому слою. Окей. Так, теперь назначим наш слой маской для фотографии. И посмотрим. Вот так. Ну мы видим, что она, маска у нас по размеру вот тут в начале, или в самом начале, то в конце фотография все равно торчит. Значит, нам надо маску уменьшить. Так же, как и для фотографии, поставить размер. Здесь поставим ключевые кадры. Здесь у нас будет 100. Здесь будет 80. Здесь будет 80. Здесь 80. А здесь будет 100. Время здесь. И вот сейчас будет все нормально. Ну, вот два способа. Я думаю, что каждый выберет удобней для себя. Давайте пойдем в background. Добавим какой-нибудь фон. И посмотрим. Вот, что мы сделали вторым способом. В принципе, в итоге, конечно, разницы не видать. Ну, и в первом способе есть свои минусы и плюсы. И во втором. Так что, пробуйте, и у вас все получится. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok